Харе Кришна, дорогие друзья! Я приветствую вас! Сегодня 1 ноября 2020 года и на очереди 64 выпуск ответов на ваши вопросы. В этот раз я тоже вынужден был пропустить несколько вопросов, которые повторялись, бесконечные вопросы про всякие заговоры, вопросы про то, как я живу давно вне экономической системы. На все эти вопросы я уже отвечал. Смотрите предыдущие выпуски. Итак, сегодня у нас выпуск начинается с вопроса Дениса. Он пишет, мне 24 года. Я не принимаю идею, что надо брать ответственность за жену, а иначе это эгоизм. Мне не нравится, когда другой человек может делать все, что угодно, а разгребать это будешь ты. В моих глазах это просто здравый смысл. не идти на такое. Мне хорошо без общения с женщинами, не тратя на них время. Я вижу, как быстро я расту и я не готов променять это на то, чтобы отвечать за кого-то, над кем у меня нет контроля. Можно ли не вступать ни в какие отношения, если видишь, что это сделает тебя только несчастным? Вы описали только одну половину картины и то при неблагоприятном сценарии, когда жена какая-то безответственная. Если, допустим, мы примем концепцию, что женщины как дети, вот они там что-то такое делают на основе своих чувств, не контролируем ума, а вот мужчина, он такой как бы ответственный, вот он несет за нее ответственность. И вы пугаетесь какого-то такого худшего сценария и не хотите принимать на себя ответственность за какую-то там безответственную жену. В принципе, вас можно понять. Я думаю, что никакой здравый человек на это бы не пошел. Но, как известно, у всякой картины есть оборотная сторона и нет необходимости обязательно пытаться изображать женщину как какое-то совершенно такое бесконтрольное, безответственное существо. Часто бывает, что вполне все как раз наоборот обстоит. Поэтому здесь никто, конечно, никого не может заставить жениться. Но нужно понять просто одну вещь, что если вы не собираетесь связывать свою жизнь с семейным ашрамом только просто потому, что вы боитесь ответственности за жену, то здесь нужно взвесить еще вторую сторону. Вторая сторона состоит в том, готовы ли вы, если вы будете жить вот такой жизнью без семьи, соблюдайте полностью вот эту брахмачарию, то есть целебат, воздержание. И только вот держаться на том, что вас пугает ответственность за какую-то безответственную женщину. Если вы не чувствуете себе такой решимости соблюдать этот принцип брахмачари, это обозначает, что рано или поздно вы впадете в какие-то такие незаконные отношения сексуальные. И женщина в идеале, она могла бы вас от этого спасти, имеется в виду жена законная. Поэтому женщина не только как ребенок что-то такое делает, бесконтрольная, она вполне может быть ответственным человеком, она может спасти мужчину в те моменты, когда его чувства выходят из-под контроля, для того, чтобы ему не приходилось для удовлетворения своих чувств куда-то там, так сказать, на сторону уходить. Поэтому женат не только бремя, но также и поддержка при наличии обоюдной квалификации. И все, конечно, зависит от вашей индивидуальной ситуации. Но я просто попытался вам дать немножко вторую картину, вторую, вернее, половину картины, что можно попытаться найти какую-то вполне ответственную, нормальную женщину. И, в общем-то, все может пройти значительно более благополучно, чем вы себе нарисовали в каких-то мрачных красках. Далее вопрос задает Оля Веда. В Шимат Бхагава там 2.7.10 написано, что Господь явился в образе Ришабха Девы, практиковал джада-йогу, отречение от материальных привязанностей. Шила Прабхупада в комментарии рассказывает эту историю, как он скитался повсюду, притворяясь немым безумцем. Дети и взрослые плевали в него и мочились на его тело. Он лежал в собственных испражнениях, которые источали аромат. Вопрос. Это был сам Кришна, Верховная Личность Бога? Исполнить эту роль мог его преданный? Зачем он сам проживал такую жизнь? В чем замысел? Где в шастрах описана эта история? Ну, следует просто читать дальше. И когда вы доберетесь до пятой песни Шимат Бхагава, там описывается история наставления царя Ришабха Дева. А потом глава называется «Ришабха Дева покидает тело». И там уже как раз вот эти вот такие вот немножко нестандартные ситуации, когда Господь Ришабха Дева вел себя как Ават Гута. Ават Гута обозначает такой социально дезориентированный человек, который не следует никаким там общественным нормам морали и так далее. И сложность восприятия этих моментов состоит в том, что мы сразу же пытаемся обычно себя представить вот на этом месте. И это какая-то неприятная совершенно картина. При этом мы забываем о том, что тело Господа – это сад читананда, полная вечности знаний и блаженства. Иначе его испражнения вряд ли бы источали аромат роз, причем где-то там на 8 миль. Представляете себе, да, какой интенсивный аромат должен быть? Кстати, недавно слушал лекцию про упады, и он этот момент использовал в качестве критерия определения аватары. Кто-то говорит, вот я там аватара бога. Ну, пожалуйста, давайте проанализируем ваши испражнения, от них исходит аромат на 8 миль. Если да, то мы, так сказать, присягаем вам на верность. Если нет, то извините, работайте над собой дальше. То есть смысл в том, что мы на себя вот эту вот примеряем роль, думаем, боже мой, это же как вообще жить-то, ну, для чего Кришне вот все это такое, да? Но мы забываем, что его тело – сад читананда виграха, тело полной вечности знаний и блаженства, которому страдания вообще не присущи. Поэтому все то, что он делал, по видимости, ну, какое-то немножко такое даже безумное, да, для людей, и мы все это сразу проецируем на свои ощущения, вот он испытывал совсем другие ощущения. То есть он вел себя таким образом для того, чтобы, ну, как-то, так сказать, стороне держаться от других, чтобы не приставали другие люди. Вот. Ну, и иногда, может быть, Богу тоже хочется подурачиться. Мы не можем его лишить такой возможности. Вот. Лично для меня, например, форма Джаганадхи, да, вот такая, вот с такими большими глазами, вот с такими короткими руками, там, без ног, она для меня говорит о том, что у Бога есть чувство юмора, что он может себя вот так, в таком немножко, как бы, смешном виде выставить, да, и при этом, как бы, все нормально у него, у него нет проблем, там, с какой-то, с комплексом неполноценности или чего-то еще. Вот. Поэтому, когда Господь совершает какие-то деяния, нужно всегда понимать, что это не деяние обусловленной души. Да, это был сам Верховный Господь, это не какая-то там была обусловленная джива, вот, но он может вести себя совершенно нестандартным образом, показывая, так сказать, диапазон своих игр от каких-то там возвышенных, очень таких тонких, до вот таких немножко странных для нашего восприятия. Далее Ваня Матвиенко говорит, «В выпуске 42 вы сказали, что маленькая частица, которой Бог все творит и поддерживает, это его вселенская форма. А где же остальные части? Чем они заняты? И получается, что наше бытие – это просто пшик, для него это малость. Как же он тогда выглядит полностью? Да, в конце 10 главы Бхагавадгиты Кришна говорит, «Эк амшена стхито джагат, всю эту вселенную джагат, я поддерживаю эко амша, эко амша – одно частицы из себя». Вот, где вы говорите, все остальные частицы? Ну, его энергии безграничны, неделимы. Вот, каждая вселенная, она поддерживается вот такой вот каким-то лучиком, можно сказать, его энергии. Вот, и Арджуна хотел посмотреть, как эта форма или эта частица выглядит, и Кришна в 11 главе продемонстрировал ему уже вселенскую форму. Вот, а каков же он на самом деле? Ну, на самом деле он такой, какой он предстал перед Арджуной. Вот, и просто когда он Арджуне показал вот эту вот вселенскую форму, Арджуна все это посмотрел, и сказал, нет-нет, это все страшновато, немножко не для меня, и поэтому попросил Кришну вот эту вот форму убрать, и Кришна принял форму четырехрукового Вишну, а потом форму двурукого Кришны. То есть это говорит о том, что двурукая форма Кришны, она является источником четырехрукового Вишну и всех остальных форм, в том числе вселенской формы. Да, действительно, наша Вселенная – это пшик, в смысле, что она маленькая. Ее сравнивают с гортичным зернышком, гортичные зернышки, они очень маленькие. Их может быть целый мешок этих гортичных зерен. Поэтому Вселенная, когда мы находимся внутри нее, она кажется чем-то таким большим, безграничным. А когда живое существо выходит за пределы, он видит, что это просто пузырек такой, то есть масштабы его восприятия меняются. Поэтому здесь нужно понять, что в этом мире Кришна представлен неявленно, как Параматмут, это вот всепроникающая сверхдуша, которая поддерживает этот мир, космос. А его истинный изначальный облик Кришны, он находится в духовном мире, и вот туда нам надо. То есть мы сейчас пытаемся совершать действия, которые нас бы приближали к этому нашему духовному будущему. То есть там он в своем изначальном облике находится. А материальный мир он поддерживает вот такими вот неявленными, непроявленными формами и своей энергией Брахмана, лишь одной частички ему хватает для того, чтобы держать весь этот мир. Далее вопрос задает Алексей Ша. Видимо, это сокращение от фамилии. Несколько вопросов. Первое. В ведах есть примеры людей, занимавшихся самоистязанием с целью получения мистических способностей. Получается, что сидги или мистические способности давались за то, что человек издевался над собой. А не совсем так. Если мы почитаем внимательно, в 11-й песне Шимаадбхагава там есть глава, описывающая вот эти вот ашта-сидхи восемь основных совершенств, плюс еще каких-то двенадцать, если не изменять память, дополнительных. И там резюме этой главы состоит в том, что этими мистическими силами или сидгами живое существо наделяет параматма тогда, когда живое существо совершает определенные аскезы и плюс медитирует на параматму. То есть, поскольку параматма, она есть йоги-швара, то есть, повелитель всех мистических сил. То есть, все эти мистические силы от йоги-швары, от Кришны переходят к живому существу. Вот, то есть, за эту медитацию он получает такие возможности. Что касается истязаний, каких-то особых истязаний нет, но есть аскетизм. То есть, йоги, они все аскеты. И в Шимаадбагаватам говорится, что аскетизм – это путь к накоплению силы. Вот, поэтому, как правило, йоги, они себя весьма сильно ограничивают во внешней деятельности, именно для того, чтобы вот эту вот свою энергию конвертировать в нечто другое. Ну, и уже благословение параматмы эти все возможности раскрывает и человек начинает проявлять эти все сиддхи. Прапти сиддхи, допустим, там, способность материализовать какие-то вещи или что-то еще сделать. Лакхима сиддхи, то есть, способность стать легче-легчайшего, летать по воздуху. Или, допустим, там, какие-то другие, стать мельче-мельчайшего или больше-величайшего. Вот, то есть, все это в зависимости от задачи этого йога. Далее, второй вопрос того же автора, Алексея. На вашем сайте есть возможность сделать пожертвование. Расскажите, на что идут эти деньги? Ну, во-первых, это поддержание тела, квартира. Я живу здесь, в Владивостоке, плюс, так сказать, хозяйство определенное в Майопуре есть. Вот эти два поля деятельности я поддерживаю. А плюс, у всякого грехастки должен быть какой-то определенный запас, буфер, как Рупа Гусами сказал, на черный день, что называется, да, определенный запас. Так же, как грехастка, я занимаюсь, естественно, благотворительностью, я поддерживаю иногда некоторых преданных, особенно в вопросах, которые касаются там, вопроса здоровья, там, какое-то лечение и так далее. Вот, я поддерживаю периодически некоторые проекты, которые нуждаются в помощи, и так же я иногда выкупаю книги Шива Прапупады, особенно это, когда касается времени, вот, марафона декабрьского, для того, чтобы преданно было легче распространять эти книги, не все люди могут себе позволить, там, купить, и вот, чтобы был какой-то, допустим, запас выкупленных книг, и для этого я вот иногда выступаю в роли спонсора. Далее, третий вопрос того же автора. Готовность отдать жизнь за идею или за другого человека принято считать героизмом. Можно ли утверждать, что такой поступок со стороны утвердившегося в понятии реинкарнации менее значим, чем того, кто уверен, что жизнь одна? Да, для того, кто понимает, что жизнь вечная, это тело, это просто одно из множеств воплощений, это поступок, конечно, менее значим, потому что для того, кто считает, что жизнь одна, отдать ее, это означает отдать все, без всякой какой-то надежды на будущее воплощения и так далее. Но эта значимость в глазах вот этого жертвователя или героя, она же опирается на невежество, она опирается на его непонимание того, что жизнь вечная и тело это просто один из множества костюмов, которые там, как в гардеробе, может быть, много костюмов висеть. Вот он пожертвовал одним, и сейчас он уже получит какой-то другой. Вот, то есть понятное дело, что человек, понимающий реинкарнацию, он более спокойно относится к этому акту героизма, в то время как человек, который отдает свою, по его представлениям, единственную жизнь, то есть понимание, основанное вот на его таком незнании, в его понимании что-то такое очень важно. Но это ложное, неправильное понимание. Важнее это все-таки то, ради чего человек жертвует. Допустим, в шестой песне Шимад Бхагаватам приводится пример, как демоны сражались с одним, вернее, полубоги сражались с одним демоном по имени Вритрасура. И этот Вритрасура, он был такой реально несокрушимый. И полубоги обратились к Вишну, что делать, мы не можем его победить. Он сказал, обратитесь к одному мудрецу, его зовут Дадичи, и вот его тело настолько крепкое от этой самой Аскезы, попросите его, чтобы он отдал вам тело, и из этого тела мудреца вы сделаете такую ваджу, то есть молнию, такое оружие, при помощи которого вы сможете этого демона уничтожить. И когда эти полубоги обратились к этому мудрецу, он сказал, нет проблем, то есть он был готов совершить этот геройский акт, отдать свою жизнь, отдать свое тело для создания этого оружия, но ему это было легко сделать по той простой причине, что он понимал, что это Верховный Господь через полубогов действует, что он сам попросил его, вот и поэтому его жертва, она полностью оправдана, освящена, то есть когда человек действует ради высшей цели, ради Верховного Господа или его преданных, тогда вот это вот и есть настоящая значимость жертвы. А просто значимость жертвы в глазах самого этого жертвователя, который пребывает в невежестве и думает, вот я отдаю свою единственную жизнь, это, да, может быть такая драма, трагедия, он по-своему тоже достоин уважения, но тем не менее это не так существенно, потому что это все базируется на его невежестве. Далее тот же автор продолжает задавать вопрос. В выпуске номер 40 вы говорите, всегда требуется живой духовный учитель и личное общение с ним. Прабхупад дал тысячи инициаций ученикам, с которыми никогда не общался лично. Как это увязать с тем, что говорите вы? И дальше моя цитата. Я согласен, что не все нынешние духовные учителя идеальны, но это не означает, что нужно что-то другое выдумывать. Конец цитаты моей. Разве не сам, продолжает текст автора, разве не сам Прабхупада дал наставление президентов всех храмов использовать эту систему в специальном письме 9 июля 77 года незадолго до своего ухода? А разве у Шилы Прабхупады был какой-то другой вариант? То есть в те времена он был единственным квалифицированным духовным учителем и поэтому он вынужден был давать инициации практически вслепую, опираясь просто на рекомендации своих старших учеников. Другого варианта просто не было. Но а говорить ли это о том, что эта система идеальна? Конечно же нет. И поэтому Шилы Прабхупада говорил, что нам нужны миллионы гуру и так далее. Более того, вы ссылаетесь на письмо от 9 июля 77 года. Шилы Прабхупада оставил этот мир 14 ноября 77 года. И вот незадолго до его ухода, но позже, чем вот это вот письмо, которым пользуются так называемые ритвики, сторонники того, что у Шилы Прабхупада единственным должен быть Дикшагуру. Вот это вот их письмо, оно как бы такое. Они на него опираются. Вот. В действительности, позже, чем это письмо было написано, был личный разговор учеников ближайшего окружения Прабхупада эти новые люди, которые будут получать посвящение, они чьи ученики? Ваши или тех, кто им дадут посвящение? Он говорит, их ученики. То есть, это ученики моих учеников. Ясно, черным по белому сказано, да? Поэтому вся эта ритвик Вада или теория ритвиков, она не проходит абсолютно. Не проходит на так же еще и потому, что не только ученик принимает учителя, но и учитель должен принять ученика. Вот вы не можете себя навязать, сказать, вот Шилы Прабхупада и выбирая его своим духовным учителем. Вы должны получить его согласие на это, понимаете? Вот. И, допустим, если при жизни Прабхупада давал такую систему, да, что там от его имени инициировали, но эти люди новые, они были учениками Прабхупады. Им авторизованная система была. После ухода Прабхупады эти ученики новые, это уже ученики учеников Прабхупада и здесь двух мнений быть не может. Вот. Поэтому, несмотря на то, что после ухода Прабхупады было много всяких разных сложностей и не все из духовных учителей, которых он выполненомочил, хорошо справились со своими функциями. Однако, это не повод что-то такое придумывать эту рецвикваду, то есть не нужно с грязной водой выплескивать ребенка. Следующий вопрос от того же автора. В одном из ответов вы сказали, что азартные игры развивают лжевое мышление, в то время как шахматы это стратегическая игра. Многие азартные игры, например, покер, основанные на стратегическом мышлении. Каково ведическое определение понятия азартная игра и почему шахматы под него не подпадают. Шахматы при желании тоже можно быть азартной игрой, если цель будет денежный выигрыш. Поэтому дело не в форме игры, а в цели игры. Допустим, когда человек играет в покер, понятно, здесь выигрыш, финансовая ставка, она имеет значение. И человек тоже стратегически мыслит. Он следит за тем, какие карты вышли из игры, какие остались. Он там оценивает ставки, оценивает возможности, что-то такое там прощит и так далее. Но, да, стратегия определенно присутствует. Но целью этой стратегии все-таки является обогащение, получение этого выигрыша. Причем выигрыша, который не основан над гарми. То есть, человек ничего полезного не сделал. Никакой продукт не создал, а никакую полезную услугу никому не оказал, просто выиграл деньги. И как правило, то, что так вот легко приходит, но так же легко и уходит. И поэтому ставить, делать ставку на такую выигрышную, азартную игру, это и есть лживое или порочное мышление само по себе. Поэтому я не встречал определения азартной игры, но оно совершенно очевидно. То есть, игра на деньги, когда цель это не развитие мышления, а цель обогащения получения денег без создания какого-то полезного продукта или услуги. Далее, тот же автор интересуется. Не раз наблюдал, как старшие преданные повторяют мантру за рулем. В моем представлении безопасное вождение и внимательная джапа вещи взаимоисключающие. Я не прав? Вот в этом я с вами полностью соглашусь и абсолютно правы. Внимательная джапа сочетается только с одним действием. Она сочетается с созерцанием божеств. Когда вы смотрите на божества и повторяете джапу, вот эти два действия легко и гармонично сочетаются. Все остальные процессы, даже преданного служения, они с джапой не сочетаются. Вы не можете одновременно есть, принимать процедуру и повторять джапу. Это будет достаточно сложно все делать. Что уж говорить о каких-то других материальных действиях, поэтому тут я с вами солидарен. Особенно, когда человек сидит за рулем, это дорога, это повышенная опасность. И здесь просто полагаться на то, что это Кришна защитит, это наивно. Праупада очень сильно ругал преданных, когда он видел, что они как-то либо неосторожно водят, рискуют. А джапа, если вы внимательно повторяете джапу, значит, вы точно не будете внимательно вести машину. Поэтому эти вещи лучше разделить. Далее вопрос от Марии. Коронавирус может ли быть такое, что сама земля избавляется от сильно расплодившихся китайцев с помощью вируса? Есть контроль системы перенаселения? Это вопрос. Говорят, возможно, и поэтому случаются мировые войны или болезни вроде лихорадок, чахотки в свое время и гриппов вирусов. Как вы считаете? Ну, сейчас я отвечаю на вопросы, которые были заданы в начале 2020 года, то есть, когда вот эта вот эпидемия вируса только началась, поэтому вопрос Марии вполне актуален для того времени, как сейчас тоже актуален. Но смысл в том, что процесс рождаемости и смертности он контролируется. В 10-й главе Бхагавадгиты Кришна говорит Я есть смерть всего того, кому полагается умереть, и я есть тот, кто дает рождение тому, чему быть. Поэтому вот эта смертность, рождаемость, эти процессы контролируемые уже не нами, нет необходимости нам в эти процессы вмешиваться. что касается китайцев, то я вас так сказать огорчу. Они очень живучие, они очень дисциплинированные, и они первыми собственно говоря взяли ситуацию под контроль и сумели так сказать навести у себя порядок. То есть тогда еще, когда вы задавали этот вопрос, наверное, это было не очевидно, сейчас это уже очевидно. Вот, как говорится, не дождетесь. Вот, китайцы в этом плане, у них все в порядке, там, с дисциплиной и так далее. А что касается эпидемий, войн, катаклизмов, да, это результаты греховной деятельности людей, и к ним приходят вот такие массированные кармические реакции, когда, допустим, вследствие эпидемии чего-то там или каких-то других стихийных бедствий умирает большое количество людей, тут, да, вот это вот один дайвика, это вот страдания, которые порождаются этими стихиями или полубогами, это все результат нарушения дхармы людьми, как на коллективном, так и на индивидуальном уровне. Геннадий спрашивает, подскажите, пожалуйста, почему Кришна, первоисточник всех экспансий, становится аватарой Вишну? Он не становится аватарой Вишну, все зависит от того, что вы читаете. Допустим, для Гаудея, Вишнавов, которых возглавляет господь Чайтаня, вот, основными текстами как раз являются те тексты, которые провозглашают вот эту первостепенную роль Кришны, когда господь Чайтаня путешествовал по Южной Индии в одном храме Адикешевы, где-то там в Курмастхане, он обнаружил текст Брахма-Самхиты, который настолько, значит, ему понравился, что он его там или переписал, или кто-то для него переписал, короче, скопировал, он с собой эту копию унес. И Брахма-Самхита начинается с известного стиха. Ишвара, Парамах, Кришна, Садчитананда, Виграха, Анадирадир, Говинда, Сарва, Карана, Каранам. Среди всех Ишвар, то есть повелителей, в которые входят там и Вишну, вот, среди всех Ишварах, Парамах, среди всех Ишвар, Парама, Высший, Кришна, Садчитананда, Виграха, Его тело полно вечности, знания и блаженства, Анадирадир, Говинда, а его зовут Говинда, он не имеет причины, но при этом он Сарва-Карана-Каранаам, причина всех причин. Вот и далее по тексту Брахма-Самхиты говорится о том, как вот из этого, из Кришны исходят все эти вот экспансии, так называемые, там сначала первая экспансия Баларама, потом все эти Санкаршана, Чатур-Вьюха, все эти Санкаршана, Прадзюмна, вернее, Судэва-Санкаршана, Прадзюмна, Анирутха, Маха-Вишну, и все, то есть, согласно Брахма-Самхите, что все эти вот могущественные формы Вишну, они исходят и из Кришны. Вот таково заключение Гаудея-Вайшнавы. Когда иногда в текстах некоторых мы встречаем такие утверждения, что Кришна является восьмой аватарой Вишну, это лишь вопрос масштаба, то есть, в каком масштабе мы рассуждаем. Вот, я уже провел такой пример, что, предположим, я построил дом, вот, потом я в этот дом зашел, я там живу, и потом однажды открывается дверь, и люди выходят, видят, как я выхожу из собственного дома на крыльце, то есть, можно сказать, что дом породил меня, а кто породил дом? Сначала я построил дом, а потом я из этого дома выхожу, вот, поэтому на каком-то этапе истории может показаться, что дом породил меня, то есть, может показаться, что Кришна является восьмой аватарой Вишну, если мы Вишну берем за точку отчета, но если мы идем дальше, глубже, то выясняете, что сам Вишну является экспансией Кришны, тот же Шимат Бхагават называет Вишну, как Пуруша Аватары, три Пуруша Аватары, Кшира Дакашая, вернее, Карана Дакашая Вишну или Маха Вишну, Гарба Дакашая Вишну, который внутри Вселенной, и Кшира Дакашая Вишну или Параматма, то есть, его называют Пуруша Аватары, то есть, Аватары, это уже те, кто являются Производными, Кришна называет Аватари, вот поэтому, чтобы не путаться в этих вопросах, нужно понимать, что мы, на какие тексты мы ссылаемся и что мы принимаем за точку отчета, в каком масштабе мы мыслим, рассуждаем. Далее вопрос задает Иван Кокерлич. В выпусках вы спокойно говорите о разных видах существ и НЛО. Неужели это не вызывает страх? Получается, рядом с нами Кимпуруши живут и прочее. А в чем смысл их жизни? Они как животные или тоже Кришне должны поклоняться? Почему в ведах только человеку наставления даются и в каждой части мандалы свои веды? Почему речь только о том, что человек может реинкарнировать в животное или в жителя рая как крайности, а в Кимпурушу не можем? Или же они же тоже души или как толковать? Нужно понимать, что каждое живое существо живет в своей стихии. Если мы не пересекаем с другой стихией, нам не о чем волноваться. Допустим, в городе, если вы живете, вы не беспокоитесь, что сейчас там из-за угла выйдет тигр, лев, медведь или что вы встретитесь с анакондой. Потому что у них своя стихия обитания. Если вы нырнули в Амазонку, там да, у вас есть опасность попасть, так сказать, крокодилу, что вас едят пираньи или анаконда вас хватит. Потому что вы попали на территорию их обитания или где-нибудь в нашу тайгу зашли, вы можете встретить этого самого тигра или медведя. Но в целом, если вы не пересекаетесь с их средой, то беспокоиться не о чем. Поэтому кимпуруши, которые тоже живут на Джамбудвипе, на центральном вот этом острове Бхумандалы, они живут в своей сфере кимпуруша-варша. То есть, джамбудвипа разделена на 9 варш. Вот, барата-варша, это вот, где мы находимся, земля кимпуруша-варша, это отдельная. Вот, и в пятой песне Шимат-багава там есть глава, которая называется «Описание Джамбудвипы», а потом еще есть глава, которая называется «Молитвы жителей Джамбудвипы», обитателей Джамбудвипы. И там говорится, что в каждой варше представлено определенное божество, то есть, жители каждой варши поклоняются определенному божеству. В частности, жители кимпуруша-варши поклоняются Господу Рамачандре, там написано. И главным среди кимпуруша является кто? Наш знакомый Хануман. То есть, он является кимпурушей, и он возглавляет, ну или как, олицетворяет собой это поклонение Господу Раме. Вот, поэтому на каждой варше есть какое-то доминирующее божество, которому поклоняются, и обо всем это мы можем узнать из Шимат-багавата. Что касается перерождения в кимпурушу, то потенциально все возможно, но поскольку мы вот так вот с этими кимпурушами и к носу не сталкиваемся, то людям в основном дают примеры, что можно переродиться, допустим, в кошку, в собаку, в кого-то там еще, то есть, какие-то более наблюдаемые для них, более понятные. Если им скажут, что ты переродишься в кимпурушу, они скажут, а это кто? Вот, потому что мы с ними вот так вот не взаимодействуем. Вот, поэтому потенциально все возможно, но самое главное это понять принцип, что то, к чему стремишься, такое тело, поэтому здесь важно понять не детализацию, кем там в деталях я стану, а на основе чего я могу стать. И Кришна говорит, о каком состоянии бытия, человек помнит момент смерти, этого состояния он достигает непременно. Это общий принцип. По поводу того, что в разных частях мандалы какие-то свои веды, веды для всех одни. Другое дело, что какие-то в каком-то месте они могут быть в большем объеме, в меньшем объеме, это уже детали. Но сами по себе принципы знания они едины и универсальны. Следующий вопрос от Ольги Зайцевой. В 44-м выпуске мужчина задавал вопрос и говорил о том, что не хочет жить и просил Кришну из него сделать что-то другое. Конечно, это неправильно, но получается, что мы вечные души хотим того или нет. Не является ли это в какой-то степени не свободой? Получается, хочет живо или нет, она всегда живет. А если не хочет, почему он все равно создает ее? Поясните, пожалуйста, почему свобода выбора есть при жизни, но умент создания ее нет? Умент создания ее нет, потому что никакого создания нет. В Бхагавадгите во 2 главе 11 стихе Кришна говорит, что не было такого времени, когда не существовал ты, я или все эти цари и никогда не наступит такое время, когда мы перестанем быть. Поэтому не то, что Кришна думал, так, еще будет одну дживу создать, создать или не создать? А ладно, пускай, создадим, пускай живет. Не было такого времени. То есть, живые существа существуют всегда. Я постоянно привожу пример, что не бывает солнца без лучей. Не то, что там сначала появилось солнце, а потом отдельно один лучик, второй, третий. Солнце всегда с лучами, с бесконечным количеством лучей. Точно так же сколько существует Бог, столько существуют и живые существа, которые являются его вот такими экспансиями, как лучиками. Что касается вот этой вот идеи о нашей несвободе, что вот меня заставили жить, а в нашем понятии жить это обозначает бороться за существование, а я вот может не хочу, я устал, надоело, мне не нравится, у меня там какие-то неудачи. И отсюда вот это вот рождается концепция. Что же это меня не спросили, да, как ребенок, вот как это был старый советский фильм про беспризорников, Республика Штит, там была песенка «Ах, зачем я на свет появился, зачем меня мать родила?» То есть такой бедный несчастный беспризорник, чья жизнь вообще одни сплошные страдания, и вот он думает «Зачем я живу?» Вот, и примерно вот так же может думать человек, в чьей жизни какие-то может быть неблагоприятные обстоятельства, и он думает «Чего от меня не спросили, дали мне жизнь, а я вот не хочу?» То есть нужно понимать так, что вот это состояние такое, оно является временным для живого существа, хотя оно может быть достаточно стабильное в этой жизни, некая такая зачарованность, или какая-то, может быть, затяжная, скрытая депрессия, вот, но тем не менее нужно понимать так, что Кришна всегда дает нам вот эту вот возможность в надежде, что вот из этого такого помраченного, ненормального состояния сознания мы выйдем, поэтому нет необходимости принимать окончательное решение о своей жизни, ставить на себе вечный крест, просто на основе того, что текущее состояние жизни меня не устраивает, вот, к счастью, все меняется, вот, и в целом, если человек набирается некое терпение и получает какое-то позитивное знание, тут эти вот все негативные этапы жизни, они рано или поздно заканчиваются, потому что они связаны с влиянием двух низших гунн материальной природы, с невежеством и страстью, когда человек постепенно хотя бы выходит на уровень благости, хотя бы приближается к нему, то это уже дает ему другие перспективы, и вот такой вот вопрос, или такая постановка вопроса, что вот, не хочу жить, а мне дали жить, меня не спросили, такой вопрос, он просто не рождается, вопрос от Татьяны, мне интересен вопрос про так называемых проводников души в ее путешествии после выхода из тела, правда ли это какие-то души знакомых или какие-то высокоразвитые духовные сущности принимают их облик, часто они душу возвращают обратно в тело, это их решение или свыше, часто люди слышат голос, этот голос относится к таким же проводникам или это высшее я, если человек умер, но опять вернулся, то это обозначает, что он еще не умер, это просто временный выход из тела, клиническая смерть, которая может быть нужна для того, чтобы чуть-чуть подкорректировать понимание человека, дать ему какую-то такую парадигму или каким-то таким шоковым образом показать ему себя со стороны, что вот видишь вот твое тело, а ты смотришь на него со стороны, это обозначает ты не тело, вот, и этот опыт, он может запомниться человеку и очень сильно повлиять на его дальнейшую жизнь, то есть он может стать уже на какие-то рельсы духовного развития. Что касается всех проводников, то здесь нужно понимать, что для того, чтобы вести нас куда-то там вверх или вниз, нужно хорошо узнать мир, нужно иметь определенные полномочия, то есть одна из таких вот ошибок, которые совершают часто люди, они думают, что мир, вот он какой-то такой бесконтрольный, пространство, куда хочу, туда лечу, вот, куда хочу, туда иду, не совсем так, мы знаем, что допустим, небо уже давно поделено, расчечено на трассы, то есть допустим, там какой самолет, где на какой высоте летит, там все эти вот космические трассы, вот их называют сушумные, в пятой песне, Шиман Бакс, сушумные, это космические пути, по которым путешествуют великие мудрецы, йоги, это не то, что там они полетел туда, полетел сюда, то есть пространство, все четко регламентировано, как вот допустим, здесь дороги, да, какие-то повороты, это все есть на каких-то картах, если я завтра начну какую-то свою дорогу прогонить, скажут, вообще, ты что здесь делаешь, да, то есть все пути в космосе, они четко контролируются, не то, что там человек, душа свободно полетела, куда она захотела, ничего подобного, как вот в этом мире, в видимом мире, да, все коммуникации, все эти трассы, все эти пути, дороги, распланированы точно так же, все, и в мире для нас пока невидимом, поэтому думать, что сейчас я выйду из тела, там какие-то ко мне бывшие родственники, знакомые, там какие-то прибегут, куда-то меня там поведут, это высшая степень наивности, вот, потому что моей своей нынешней жизнью я уже продолжил свой будущий путь, и по этому пути меня должны вести те, кто уполномоченный, кто знают дорогу, и наши бывшие родственники и прочие, уж простите, на это не квалифицированы, не годятся, а веды описывают двух, два принципиальных типа посланников, которые провожают душу после смерти, их называют вишнадуты, а посланники вишну, которые ведут в духовный мир, и ямадуты, которые ведут в ад, потому что само живое существо туда не пойдет, вот, а в духовный мир мы сами не дойдем, нас надо туда провожать, вот, а что касается промежуточных вариантов, я не встречал описаний, какие там сопровождающие, но это может решаться совсем другим путем, потому что в действительности, когда живое существо, ну, как мы говорим, умирает, то есть, выходит из этого тела, на какое-то время его внутренние чувства, они отрываются от этого всего чувственного аппарата, и они впадают, чувство, в такое, как бы, ну, в забытие, то есть, как бы человек засыпает на какое-то время, вот, и потом, значит, он уже просыпается в другой ситуации, как, допустим, человека на операцию куда-то повезли, наркоз ему сделали, и с ним что-то там делают, он ничего не чувствует, потом, его обратно привезут в палату, он просыпается, и он не понимает даже, что он был там в какой-то операционной, там что-то еще, то есть, это как бы, пока он был в отключке, да, вот, его там туда-сюда возили, что-то с ним делали, вот точно так же и когда живое существо, то, что называется, умирает, то есть, душа выходит из тела, на какое-то время чувства теряют вот эту вот способность видеть, слышать, вот, и потом, когда живое существо уже находится в новом теле, но потом пробуждается уже в новом теле, и считает это тело собой, вот, и уже ничего не помнит о прошлом, поэтому параматма очень легко может все эти вещи делать, и в строгом смысле слова параматма, она и является этим вечным спутником, из тела в тело, именно параматма сопровождает живые существа, а вот два таких экстремальных путешествия, как вот в ад и в духовный мир, тут вот есть такие проводники в виде вишнадутов и ямадутов, вот, но, что касается там, значит, всех этих каких-то голосов, голоса могут быть, которые мы слышим при выходе из тела, могут быть как слуховыми галлюцинациями, так и реальными, если действительно с нами говорит Верховный Господь, или там какие-то, так сказать, пониже промежуточные высшие силы, полубоги, может быть, то эти голоса мы хорошо запомним, поймем, и, как правило, через эти голоса придут какие-то важные инструкции, которые потом являются руководством к действиям. но в целом, вообще говоря, не так важно знать, кто, куда нас, как там сопровождает по одной простой причине, что этот материальный мир, он является тюрьмой, дурга называется, тюрьма, и здесь есть разные камеры, там, допустим, земля, райские планеты, адские планеты, там, какие-то еще промежуточные разные варианты, рай, рай это тоже тюрьма, просто такая очень комфортная тюрьма, вот, и какая нам разница, кто нас будет переводить из одной камеры в другую, важнее нам подготовиться в своей жизни к тому, чтобы в конце нас встретили вишнудуты, вот, которые уже нас отправляют в духовный мир, вот, вот это вот важно, попытаться жить так, чтобы выйти из тюрьмы, а не просто беспокоиться, а вот интересно, кто меня там поведет из этой планеты на другую планету, так интересно, кто-то из тюремщиков может быть, да, вот, но в целом параматно все это может сделать так, что мы даже и ахнуть не успеем, как мы уже проснемся там в каком-то другом месте и забудем о предыдущем, мы будем считать себя вот каким-то новым продуктом, новым телом. Майя задает вопрос, тоже тут серия вопросов. Царица Гандхари закрыла себе глаза, чтобы быть как ее слепой супруг, но, первое, вместо того, чтобы стать глазами мужа и его помощницей, она сделала себя саму слабой и нуждающейся в помощи. Второе, ни муж, ни царское окружение не оценили эту жертву, а наоборот, возмутились. В чем логика? Третье, если Бог наделил зрением, а человек пренебрег этим, то не влечет ли это последствия в будущем? И четвертое, если обед дан по ошибке, то неужели не было в то время никакой возможности ритуала в помощи полубогов снять этот обед? Ну, ваше возмущение, недоумение вполне понятно, я его отчасти тоже разделяю. Это как раз тот случай, когда человек принимает на себя некий обед, не посоветовавшись со старшими. И вот такие вот тяжелые последствия. То есть, она хотела решить одну проблему, проблема состояла в том, что, ну, как бы, в ведические времена вот эта вот концепция равенства-неравенства, все эти вот варные, выше-ниже, мужчина-женщина, этот вот иерархический момент, он очень так остро воспринимался, люди очень четко понимали все эти отличия. И поэтому для женщины быть выше мужа это считалось ну, нехорошо просто, да? Вот, и поэтому, когда она узнала, что ее будущий муж слепой от рождения Дейтараш, то она решила вот эту повязку себе одеть на глаза, чтобы быть не выше его. То есть, вот эту проблему она пыталась решить, вот, но, с другой стороны, как вот вы верно заметили, она породила кучу других проблем и потом, значит, всю жизнь все как-то вот шло не очень хорошо, вот, но, поскольку она приняла такой обет, то раньше люди к обетам относились очень серьезно, потому что они понимали, что врата, врата или обет, это то, что дается перед Богом. И Бог свидетель, поэтому, как бы, обмануть, нарушить свой обет то же самое, что обмануть Бога. То есть, люди воспринимали это очень-очень серьезно. Поэтому, как правило, эти вот обеты, они такие, ну, невозвратные, да? Вот. и с другой стороны, можно сказать, что Кришна использовал эту ситуацию или вот такую, может быть, решительную, или, может быть, в каком-то смысле, немножко упрямую природу Ганхари, для того, чтобы в нужном направлении развивалась сюжетная линия Махабхараты. Вот, потому что, если бы Ганхари сказала так, ты, царь слепой, я, твои глаза, поэтому я тебе буду направлять и так далее. Может быть, все было как-то совершенно иначе. Вот. Теперь по поводу возможности как-то вот обет отменить. В ведические времена существовало, да, ну, в принципе, сейчас существует такое понятие, как временные обеты. Временный обет на какой-то определенный период. Допустим, ученики школы, гуру-кулы, вот, они дают обет брахмачарии на период ученичества. Вот, потому что ученичество требует хорошей памяти, концентрации, сосредоточенности. Вот, а секс обозначает ни память, ни сосредоточенности, ни концентрации. То есть, полностью ум приходит в другое состояние, не учебное совершенно. Вот, поэтому учеба и секс, они, в принципе, несовместимы. Вот, поэтому на период ученичества они принимали этот обет безбрачие, воздержание, но поскольку мало кто в жизни может следовать по жизненному этому обету брахмачарии, вот, то, братец обучения заканчивался, они могли жениться уже и, так сказать, на них уже этот вот такой обет строгой брахмачарии не распространялся. Вот, поэтому бывает так, что, или, допустим, описан в Шимадбхагава там обет так называемый пая врата, это вот пост на молоке в течение месяца, или там какая-то вот это вот катия яни врата, это когда гопи поклонялись кришне, вернее, поклонялись богине катия яни для того, чтобы она их благословила, и чтобы Кришна стал их мужем, да, это вот обет на месяц, или вот сейчас, допустим, начался месяц картика, так называемый картика врата, это вот тоже обеты на месяц картика даются, как правило, преданные, больше там мантры повторяют, значит, предлагают каждый вечер божеству, там, Дамодара, фитильки, значит, поют эту мантру, Дамодара, аж такая, это на месяц, понимаете, вот, то есть обеты бывают временными, вот, и поэтому нужно понимать, что если человек не имеет решимости, там, чему-то следовать до конца жизни, тогда он дает какой-то обет на время, и это нормально, это тоже дает человеку какую-то определенную дисциплину, понимание, что вот я должен какую-то аскезу совершить. Далее, Майя, спрашивает также тот же автор, почему великие Бхишма и Дрона в битве на Курукшетре заняли позицию в лагере Дурьотханы, если оба симпатизировали добродетельным представителям Дхармы Пандава. Я знаю, что они присягали на верность трону Хастинапура, но ведь Пандавы были принцами-наследниками, имеющими право на трон, а не врагами. Почему Бхишма должен был поддерживать тех, кого он не одобрял, представителей Дхармы, сочувствуя при этом Пандавам? Ведь если бы они выступили на стороне Пандавы, простого кровопролития не было бы. Кровопролития было бы по-любому, потому что одна из задач прихода Кришны в этот мир это винашача, душ критам, то есть уничтожение душ критии, неблагочестивых людей. И поэтому Кришна использовал Курукшетру, как вот некую такую площадку, мясорубку, в которой было уничтожено огромное количество людей. Этих самых демоничных кшатриев, которые скопились на земле, это было время земли, о чем вот Мать-Земля просила Кришну перед его явлением. Вот поэтому кровопролитие битвы на Курукшетре, она была абсолютно неизбежна, независимо от того, какую бы сторону не заняли эти великие войны Бишмайдрона. Это первое. Значит, второе, это то, что Бишмайдрона фактически они кормились, их кормили, их поддерживали в Хастинапуре, поэтому они естественно должны были проявить некую лояльность к этой официальной власти, которая их поддерживала, и поэтому она должна сражаться на этой стороне. Далее, также они прекрасно понимали Бишмайдрона, что независимо от того, на какой стороне они сражаются, все равно победит Ржуна и Кришна, потому что там, где Кришна, там будет победа, это было точно известно. Более того, если бы Бишмайдрона перешли на сторону пандавов, то эта битва закончилась бы за один день буквально, потому что стороны были бы явно неравны. И поэтому для соблюдения некого паритета или равенства они заняли противоположную сторону, потому что фактически один Кришна он всех и перевешивал. И также еще одна причина состоит в том, что Бишман находился с Кришной в так называемых рыцарских отношениях, то есть ему нравилось сражаться с Кришной. Об этом говорится в девятой главе первой песни Шимадбхагава там уход Бишмадевы и там немножко есть об этом. То есть Кришне нравилось когда Бишма стрелял в него и Бишме нравилось видеть Кришну в качестве соперника то есть это так называемая вирья, раса такой тип взаимоотношений как такие знаете спарринг-партнеры. Вот это необычная форма любви но тем не менее она описана в ведах. Вот поэтому Бишма также хотел показать что независимо от того я уже сказал об этом что какая бы сильная не была противоположная армия побеждает та сторона на которой находится Кришна и об этом как раз говорится в самом последнем стихе Бхагавадгита Санджаи говорит что там где находится Кришна повелитель всех метических сил Йоги Швара и там где находится лучший из лучников Арджуна там будет обязательно победа нравственность необычайная сила и процветание это итог Бхагавадгиты некий вердикт Санджаи и поэтому Бишма и Дрона заняв противоположную позицию и как бы усилив этим своим участием армию Кауравов в действительности продемонстрировали то что как раз сказал Санджаи что Кришне никто не может противостоять то есть тот на чью сторону становится Кришна тот обязательно побеждает далее Марина спрашивает вы жили в Ашрамах тяжело ли это что скажете про Ашрам Ошо были ли у вас падения в чувственные наслаждения или вы всегда такой разумный и четкий человек про Ашо я повторяться не буду потому что уже был достаточно подробный разбор во философии ищите предыдущие выпуски причем такие давние какие-то где-то в первой десятке насколько я помню об этом я говорить не буду не повторяюсь вот значит по поводу моего опыта да я жил вашими с 1991 по 1999 год то есть 8 лет я жил вашими сложно не сложно от задачи зависит если человек приходит в Ашрам для того чтобы как-то поставить себя в рамки дисциплины продвинуться то Ашрам это как раз то что надо ранний подъем ранний отбой в течение дня принадисциплина все такое регламентированное если человек думает что Ашрам это место где он там может поспать отдохнуть то явно он не туда попал то есть в этом случае будет тяжело то есть там как такая как духовная армия что называется вот значит что касается стабильности в духовной жизни взлетов и падений вот то это касается абсолютно всех людей я в этом плане никакое не исключение есть хорошая книга Мадхурия Кадамбини называется автора Вишанадхачакаратитхакура она есть на русском языке и там описан процесс преданного служения который состоит из нескольких этапов то есть первый этап это так называемая Аништхитабаджанакрия наше служение Богу но в нетвердом состоянии пока в сердце еще есть материальные желания потом наступает уровень Ништхитабаджанакрия это уже твердого преданного служения и дальше уже идет такое спонтанное преданное служение в состоянии чистой любви и вот этот вот первый этап Аништхитабаджанакрия нетвердое преданное служение в нем основные тоже есть такие вот подэтапы которые описаны в Мадхурия Кадамбини И в частности там все описано, как иногда человеку может быть сложно следовать каким-то обетом, так называемым вьют хавикалпа, то он полон решимости, то он теряет решимость, то он всему следует, то он не следует. То есть это на самом деле то, что мы называем какими-то падениями, это часть процесса. И людей, которые как-то по-другому развиваются, наверное, не существует. Поэтому здесь нужно просто понимать всю динамику, от чего к чему мы идем. Я рекомендую послушать вам семинар Бхакти Вигянага, с вами Махараджа по Мадхури Кадамбини, там он во всех деталях и подробностях эти вещи рассказывает. Следующий вопрос от Лолиты. Как научиться уважать старших, которые ведут себя бестактно? Это я говорю о родителях жениха. Приезжают в гости на 1-2 месяца как к себе домой. Часто в наше отсутствие. Обижаются на младших без всяких причин и демонстрируют это так, чтобы все заметили холодным молчанием из комнаты. Сплетничают. Наличие негативных эмоций в их присутствии воспринимают с презрением. В такой атмосфере я теряю радость жизни. Пожалуйста, дайте свои наставления. Это называется адибгаутика, то есть страдания, которые приходят нам от других живых существ. Когда-то мы их беспокоили, теперь они нас беспокоят. Но здесь с этим поделать ничего не можете. Это не какие-то комары, где вы там воткнули эту антикомаринку, и они там раз комаров разогнали. То есть так вы родственников разогнать не можете. То есть, когда ситуация вот так как-то механически не решается, закрытием дверей или окон или чем-то там еще, вот когда по дхарме вы должны общаться, потому что это родственники, часть вашей семьи. Но по факту получается, что это все очень как-то проблемно, сложно, и вы от этого страдаете. Вот здесь нужно просто понять, что это уроки на терпение, на смирение. Во второй главе Бхагавадгита, в 14 стихе, Кришна говорит, что временное проявление счастья и несчастья, их исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу зимы и лета. То есть они рождаются из чувственного восприятия потомок бхарата, и нужно научиться выносить их так, чтобы они вас не беспокоили. То есть это взрослые люди, вы их не переучите, поделать этим ничего невозможно, но можно внутренне, так сказать, просто настраиваться, когда они появляются, приезжают, что будет в эмоциональном плане непросто. Но вот когда мы закаляемся через трудности, то фактически у нас происходит определенный качественный скачок, рост сознания, когда мы понимаем, что решение ситуации не в том, чтобы ситуацию изменить, а решение ситуации в том, чтобы отнестись к ней к каким-то более высоким сознанием. Потому что вы видите их как проблему. Возможно, что они вас воспринимают как проблему. Но главная проблема не в вас и не в них, а в том, что вы воспринимаете друг друга на материальном уровне сознания. Вот от них, допустим, трудно ждать каких-то духовных шагов, но вы можете эти духовные шаги сделать. Если, допустим, вы возвысите свое сознание, то я уверен, что их реакции тоже как-то немножко изменятся. Поэтому воспринимайте это как некий урок. Потому что иначе, если вы не примете это как урок, то это просто будет какая-то мука непонятная. Зачем вам нужна эта мука? Возьмите, превратите эту муку в урок и сразу станет интересно. Понимаете? Вы сразу поймете, что внутри вас есть определенный ресурс, определенные возможности, которые вы активизируете и выясняется, что как-то проблема решается. По меньшей мере, на внутреннем уровне. Далее. Майя спрашивает. Мой вопрос касается игры в кости среди полубогов, а также в хастинапуре, когда пандавы проиграли все, что у них было, включая жену. Мне странно, что азартная игра в кости была любимой игрой у полубогов. И как благочестивые умные пандавы, следующие дхарми, могли такое допустить в своих действиях. Тем более, после того, как Кришна уже поведал Бхагавадгиту Арджуни перед боем на Курукшетре. Тем более, непонятно, как азартная игра, считающаяся одним из великих грехов, была вообще возможной. Ну, похоже, вы не совсем ясно понимаете последовательность событий Махабхараты. Эта вся игра, она была до рассказа Бхагавадгиты, причем задолго до. Бхагавадгита была рассказана прямо перед боем. А игра в кости происходила 13 лет до этого. Потому что после этой игры они отправились в ссылку, и потом они вернулись, стали готовиться уже к биться. И потом перед битвой была рассказана Бхагавадгита. То есть, нужно понять четко, что Бхагавадгита была рассказана перед битвой. А игра была задолго, подчеркиваю, задолго до рассказа Бхагавадгиты. Это одно. Второе. Иудхештира был разумный человек, он все прекрасно понимал, что все эти игры, азартные игры, это неспроста. Это не просто какое-то праздное препровождение для кшатриев. Это конкретный способ их лишить возможности, наследства и так далее, унизить их. И тем не менее, он не мог отказаться от этого. По одной простой причине, что когда кшатрию бросают вызов, он его принимает. Более того, здесь одна и тонкая деталь. Дурьотхана, когда приглашал Юдхештиру, он это делал не сам, он это делал через своего отца. А его отец, Дритараштран, кто такой? Он на уровне отца Юдхештиры, потому что он брат, старший брат Панду, а Юдхештира сын Панду. Поэтому, фактически, он не мог ослушаться старшего царя, действующего пока что еще императора Хастинапура, Дритараштран. Это второй момент. И третий момент, я о нем говорил в прошлом выпуске, послушайте еще внимательно. То, когда приближается какая-то вот такая беда, то, как сказал сам Юдхештира, ум приходит в состояние смущения, и он выдает какие-то ошибки. Какие-то ошибочные действия мы начинаем совершать, и это неизбежно. То есть, мы таков замысел. Вот по совокупности факторов это происходило. Что касается азартной игры, как вот некоего атрибута культуры кшатриев, так оно и было. Потому что кшатри это люди, у которых присутствует гуна страсти, почему достаточно сильно. И гуна страсти обозначает, что человек часто прибавит в таком как бы конкурентном мышлении. Нужно кого-то победить, да. Для того, чтобы победить кого-то, нужно во что-то играть, в каких-то состязаниях участвовать. Вот, и поэтому игра в кости это одно из состязаний. Что касается полубогов, полубоги это то же самое, только это кшатри вселенная рангом повыше. Но они фактически выполняют тоже кшатрийские функции. Вот, поэтому нужно понимать так, что, допустим, для брахманов азартные игры неприемлемы. То есть для них они греховны, для кшатриев нет, понимаете. Вот, то есть в этом плане ведическое общество дифференцировано было. Мы сейчас, допустим, ну то, что мы воспринимаем наследие Прабхупады, в основном у нас получается впечатление такое чисто брахманическое. Да, и мы пытаемся эти брахманические представления и стандарты проецировать на всех людей, забывая, что брахманы в обществе это маленький-маленький процентик. А большая часть людей это вообще не брахманы. Вот, конечно, это благородное желание всех сделать брахманами, но по факту мы видим, что это нелегко. И даже в ведические времена большая часть людей брахманами не были. И поэтому они следовали канонам или каким-то стандартам своей собственной культуры. И для кшатриев это не является предусудительным, это просто часть их культуры. Но последствия этого, конечно же, известны. Поэтому азартная игра, она допустима, но часто как раз истории Судхи Штхира приводят для того, чтобы показать, до чего это может довести, что типа, ребята, играйте, но не заигрывайтесь. Далее вопрос от Татьяны. Моему внуку год с небольшим, и он сыроед. Я очень переживаю за него. Невестка не слушает доводы разума, а сын поддерживает жену, но сам не сыроед. Что делать в такой ситуации? В один год еще очень слабое пищеварение, поэтому ребенку нужна какая-то вареная пища, каши и так далее. В противном случае это может иметь плохие последствия. Я не знаю, как вразумить вашу невестку. То есть нужно понять, что даже взрослые люди не все сыроедение тянут, потому что это повышенная нагрузка на пищеварение. То есть сырое обозначает необработанное огнем. Это обозначает то, что необработано огнем. Значит, желудку, огню пищеварения нужно дополнительную работу делать. А у ребенка еще слабый этот огонь пищеварения. Понимаете? Поэтому можно загубить пищеварение. Поэтому я рекомендую вам через своего сына, если он тем более не сыроед, просто достучаться до нее и каким-то образом это все исправить. Елена спрашивает. Поясните, пожалуйста, что такое зло с точки зрения ведической духовной науки? Какова его природа? Существуют ли такие категории, как абсолютное добро и абсолютное зло? Как веда решает вопрос о монистической или дуалистической природе мироздания? Ведическая концепция такова, что есть абсолютный источник всего, духа и материи, любви, знания, света. И он обладает абсолютной свободой. И также мы, как его частицы, обладаем некоторой частичной свободой. Эта свобода предоставляет нам выбор, где жить. Жить с ним в духовной реальности, либо жить в материальной реальности. И для того, чтобы жить в материальной реальности, и как бы отдельно от Бога, для этого должна быть какая-то перегородка, какой-то, не знаю, карниз, ограничение, за которым бы мы этого Бога не видели. Какой-то такой манежик, что-то такое. И вот когда живое существо, приходя в материальный мир, отгораживается от Бога, вот это вот изолированное существование, оно и создает тень. Как вот, допустим, я с места освещенного солнца взошел куда-то там за угол, в какой-то закуток, куда солнце не попадает. И вот там в тенечке я сижу. Вот, то есть, вот это вот непроникновение солнца в какую-то огороженную зону, там, где появляется вот эта вот тень, да, это то, что мы называем зло. То есть, зло или тьма, вот это отсутствие света. То есть, зло не обладает самостоятельной, абсолютной природой. Вот это очень легко устанавливается, так же, как вот, допустим, мыслевый вечером, когда уже на улице темно, дома, включите свет, и вот, допустим, в одной комнате светло, а в другой комнате, где там в коридоре, в прихожей темно. Вот откройте дверь из комнаты, в которой все освещено, и что произойдет? Тьма из темного помещения попадет в светлую комнату, или свет из освещенного комнаты попадет в тьму? Ответ же очевиден, правильно? Вот, то есть, совершенно очевидно, что свет имеет тенденцию распространяться в темные сферы. Тьма не обладает самостоятельным существованием. Она не существующая. Тьма – это просто отсутствие света. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим «зло», оно не обладает какой-то вот такой самостоятельным существованием. Зло – это просто отсутствие добра, так же, как тьма – это просто отсутствие света. Не существует тьмы, как субстанции такой. Вот, это один момент. Значит, можно сказать так, что Бог, духовный мир – это сфера абсолютного добра. А вот наша тенденция как-то вот к самостоятельному и независимому существованию, оно и порождает вот такие вот затененные сферы, материальный мир, где-то вот тьма, где уже формируется зло. Вот, и теперь это зло бывает разной градации, разной степени, как, допустим, тьма бывает темная, полная, да, а бывает тьма частичная. Допустим, сумерки, когда еще немножко, так сказать, свет солнца, еще виден, да, но уже не очень. И поэтому уже есть тьма, и уже есть свет, вот такое, как бы, состояние сумеречное. Вот, поэтому, когда мы говорим о материальном мире, то здесь вот есть некая иерархия наверху этого материального мира, допустим, Брахмалока, планета Брахмы. Это точка максимального блага, максимального добра. Вот, а внизу, допустим, ад – это самые темные сферы, это точка максимального зла. И какие-то определенные градации между ними, да, вот степень света и степень тьмы. Вот, то есть, вот это вот зло создаем мы, не Бог. Бог создает, просто дает нам свободу. А неправильное использование свободы, оно и порождает эти вот, как бы, такие идеи, когда мы отгораживаемся от Бога, и вот туда, где не проникает его свет, вот там и образуются эти теневые зоны или зоны зла. Вот, по поводу монистической или туалистической природы мироздания, веды говорят, что в высшем смысле Бог есть все. Но не все есть Бог. Вот, то есть, все есть Бог, вернее, Бог есть все, потому что все есть его энергия. Но, то есть, как бы, косвенно он есть все. Любые, даже самые невежественные проявления, это вот, Бхагавадгита об этом хорошо говорит, 7 глава, 12 стих. Он говорит, знаешь, что любые проявления благости, страсти и невежества, от этих вот трех гун материальной природы, вот, это проявление моей энергии. Дальше он говорит, я в каком-то смысле есть все, но независим. Вот, то есть, это обозначает, что, а поскольку нет ничего, кроме божественных энергий, то в этом смысле Бог есть все. Но, с другой стороны, мы не можем любое проявление этого материального мира впрямую назвать Богом, понимаете? Вот, потому что это все-таки не божественная форма. И чем дальше она от Бога, тем более она невежественная, тем меньше она, естественно, на Бога походит, да? Вот, но как божественная энергия, она является его частью. Вот это называется Ачинти Бхеда Абхеда Татва, непостижимое одновременное тождество и отличие Бога и его энергии. Вот, и так в Боге присутствует определенный монизм, то есть единство, в том смысле, что все является его энергиями, которые не отличны от него. Ведический афоризм гласит Шакти, Шактиман, Абхеда. Шакти это энергия, Шактиман источник энергии, Абхеда обозначает не отличный. Шакти, Шактиман, Абхеда обозначают энергию и Бог не отличный друг от друга. В этом плане существует некое единство. Также в Боге существует безличный аспект, так называемый Брахман или Атман, где этот вот такой гомогенный свет, так сказать, заполняющий все пространство, это некий аспект такого абсолютного единства, монизм некий, да, где живые существа без конкретных форм, такие частички, как бы составляют некое такое духовное поле. Вот, но в этом Брахмане отсутствует элемент динамики, а в Боге по-прежнему должно быть все, он пурным, да, он полный, то есть он должен быть вся полнота возможностей. И поэтому ради динамики в Господе существует также дуализм. Этот дуализм проявляется в том, что у него есть аспект Пуруша, то есть он как личность наслаждающийся, мужчина, да, и Шакти, женский его аспект, или Прокрития, энергия, которыми он наслаждается. И благодаря присутствует этих двух аспектов, Пуруша и Прокрития, то есть мужское и женское начало, начинается динамика. Потому что вот это взаимопритяжение мужчины и женщины, начиная с самого верха, от Радхи и Кришны, до последних там каких-то двух там спаривающихся, там примитивных существ, вот, это все проявление от этого божественного дуализма. То есть дуализм нужен для динамики, для вот этого драйва определенного, да, какой-то вот такой экшен, что называется, да. Вот, и поэтому в Боге есть иммунистическая природа, вот этот вот элемент такого тотального единства, но в нем нет динамики, вот. И также в нем есть вот этот вот дуализм, который рождает всю динамику жизни, вот. И у души есть вот выбор, что выбирать, да. В духовном мире динамика представлена как вечные ливы, вечные игры Верховного Господа, а в материальном мире динамика представлена как динамика трех гунн, которые поднимаются, опускаются, то одна побеждает, то другая, вот. И этот динамик как гунн, порождая динамику кармы. И наш выбор состоит в том, в какой динамике находиться. В динамике вот этих вот вечных игр в духовном мире, либо в динамике вот этой вот кармы, гунн материальной природы. Вот. И у души есть вот эта вот свобода небольшая, выбирать. Вот материалистичная жизнь предназначена для тех, кто предпочитает вот это вот ограниченное материальное существование со всеми его издержками, такими как болезни рождения, старость, смерть. Это вот вечные спутники нашего тела. Вот. А духовный ритм предназначен для тех, кто хотел бы перейти в мир вечности, знания, блаженства и выбор за нами. И второй вопрос от того же автора. Веды описывают этапы духовного пути человека через понятие ашам, от брахмачари до саньяси. Это применимо только к мужчинам или бывают женщины саньяси? Каковы этапы для женщин? Ну, в кальюгу что только не насмотришься, даже есть такие саньясини, да, женщины, но это не совсем ведическая концепция. Согласно ведам, женщина всю жизнь проводит в семье. То есть, вот девочки, они не учатся там в специальных каких-то ашамах, брахмача, это не для них. То есть, они в семье учатся, в семье живут и, так сказать, в семье заканчивают свою жизнь. Исключение составляют только, может быть, какие-то случаи, когда в старости у женщин, допустим, нет детей или не осталось детей или по каким-то причинам их рядом нет. Вот, в Индии есть такое понятие, как ашрамы, вдов или вот для таких вот одиноких женщин. Вот, но также существует некая проблема современных мужчин и женщин, вот, когда современные женщины декларируют свою некую независимость на мужчин, потому что мужчины потеряли квалификацию, о них должным образом заботиться. Вот, но в таком случае, когда вот такая вот калиюга ужасная, нету, допустим, ашрамов и чего-то там еще, всей этой культуры, правильных отношений мужчины и женщины, в этом случае один из вариантов решения это принятие духовного учителя, который становится той самой управляющей, руководящей, вдохновляющей силой, которая ведет женщину к ее высшей цели. То есть, в каком-то смысле жизнь женщины проще, потому что ей не нужно проходить все эти этапы, там, брамачарьи, грехасткова, напратской саняси, то есть, она всегда в грехастках, ашами, вот, но вследствие вот того, что в калиюга семейные ситуации, они часто такие неблагоприятные для духовной жизни или вообще не получается никакая семейная жизнь, вот, поэтому вот такое прямое руководство духовного учителя, оно может в многом облегчить жизнь женщины и ее прогресс духовной цели. Артем задает вопрос, если слушать мантру исполнения Прабхупады, но не читать ее самому, какой эффект будет от этого? Ответ таков, что рано или поздно вы начнете ее читать, потому что это результат общения с таким великим святым, как Шила Прабхупада, поэтому, если вы еще ее не читаете, но слушаете, знайте, что через какое-то время вы начнете ее повторять, вы не сможете удержаться под Шахте Прабхупады, фактически от его энергии, от этой позитивной, духовной, вы не спасетесь, это я вам гарантирую. Это сила слушания святой личности. За этим Шраваном обязательно пойдет Киртоном повторение. Алексей Андреев. В 42 выпуске вы сказали, что для нас отношения вне брака считаются незаконными, а для Бога нет такого понятия, как вне закона, так как все женщины это его жены. Разве это справедливо, что Бог не соблюдает никаких запретов, наслаждается, а мы тут прозябаем в страданиях и должны во многом себя ограничивать. Я постоянно думаю о том, почему Бог это Он, а не я. Как с этой мыслью бороться и получается, даже если я вернусь в духовный мир, все равно буду ему завидовать. Нужно понять, что мы следуем ограничениям, потому что мы в болезненном состоянии. Для больного человека осуществлять какую-то диету, там режим ограничений нет, нормально. Кришна не болеет, никуда не падает, не деградирует, поэтому для него запреты и ограничения, зачем они ему нужны. Итак, главный вопрос, который периодически всплывает про зависть к Верховному Господу, это возникает тогда, когда мы ставим себя на один уровень с ним. То есть, когда нам кажется, что мы с ним равны, вот тогда возникает ощущение, что это несправедливо, ему можно все, а моя свобода очень сильно ограничена. Вот отсюда рождается такое ложное, ошибочное ощущение какой-то несправедливости ситуации. Но если мы поймем, что мы не равны, он бесконечен, поэтому он бесконечно наслаждается. Мы конечны, мы ограничены, тем более мы сейчас в обусловленном состоянии находимся, мы в протезе излечения. Вот, и поэтому человек, который лечится, что он будет жаловаться? На диету, почему нельзя то, почему нельзя это? Потому что, потому что ты болеешь, то есть, поэтому нужно понимать, что эти все какие-то определенные ограничения, на которые мы сейчас, ну, которым мы следуем, они влиться временными. Вот, то есть, это на период излечения. Более того, когда живой существ возвращается к своему изначальному духовному состоянию, у него больше не возникает желания отклоняться в какие-то вот эти вот эти вот низменные тенденции, как это существует у нас сейчас. Вот, и практика бахти, это как раз и есть процесс этого постепенного изживания зависти, когда мы познаем не только то, что Бог наслаждается всем безгранично, вот, а мы познаем Его любящую, сострадательную и такую, ну, очень, как сказать, всепрощающую природу, мы чувствуем на себе Его любовь, вот это, это меняет наше сердце с течением времени, вот, если мы хотим из этого выбраться. Интересно, что когда Кришна рассказывает Саржуне девятую главу Бхагавадгиты, самое скройное знание, перед этим он говорит, поскольку ты мой друг и ты не завидуешь мне, я поведаю тебе самое сокровенное знание, ана суяве, то есть, тебе нет зависти по отношению ко мне, вот это квалификация для получения самого сокровенного знания и трансформации сердца, вот, поэтому единственное, что мы можем, это встретить чистую душу, служа которой, мы можем изменить свое сердце, иначе никак, иначе духовная жизнь просто будет какой-то такой теорией, или мечтой, или какой-то сказкой, а для того, чтобы сердце действительно поменялось, вот, нужно найти личность, в чем сердце уже нет зависти по отношению к Кришне, слушая и служа этой личности, мы достигаем такого же результата, если бы это было невозможно, Кришна бы перед нами такую задачу просто не ставил, далее, тот же автор, Алексей Андреев, спрашивает, по версии ведических писаний, я попал в материальный мир из-за того, что завидовал Богу, то есть, у нас тема продолжается, да, но если в духовном мире нет гун материальной природы, то как я смог оскверниться и позавидовать ему, или, здесь, я просто должен понять и осознать, что завидовать Богу невыгодно, и у меня нет другого выбора, как покориться ему, даже после возвращения назад в духовный мир мы можем опять упасть, раз упали однажды, в духовном мире нет гун, там нет грубой майи, но там есть Кришна, а все энергии Кришны всегда с ним, когда в Ясадева в медитации увидел верховного Господа, он увидел, что за спиной верховного Господа стоит кто? Майя, то есть, здесь у нас майя повсюду, со всех сторон, вот, а в духовном мире ее по видимости нет, но там есть Кришна, чьей энергией она является, и она всегда у него за спиной, поэтому, хотя в таком проявленном виде майя там не существует, а потенциально, потенциально в Боге она есть, и поэтому, если живое существо, глядя на Кришну, начинает завидовать ему, то это потенциальная майя, она проявляется, и все, и живое существо начинает быть одержим, вот этой вот идеей самостоятельного, материально независимого существования. Что касается повторного падения, то Кришна дает гарантию, 8 глава, 15 стих, «Маму Петя, Пунарджан, Маунайте», он говорит, «Достигнув меня, ты больше не вернешься в этот материальный мир, поэтому гарантия есть». Далее, Маргарита Харрис спрашивает, «Подскажите, пожалуйста, в чем состоит смысл выхода из Экадыши в конкретное время, так как суть самого поста мне ясна, просто иногда этот выход может составлять несколько минут, и что, если я не успеваю и прерываю пост позже?» Ну, если действительно время выхода из поста очень короткое, ну, приготовьте там какой-нибудь сухарик заранее, чтобы там его затянуть, быстро проглотить, что это там, одна секунда, вот, но что касается по сути этой темы, это вопрос больше, конечно же, дисциплины, то есть, чтобы, когда нам стоят какие-то определенные рамки, там, время выхода, начало, то да сё, а хочешь не хочешь, как-то вот мы собираемся такими, более особо дисциплинированными становимся, это хорошо для нас, вот, потому что, если никаких ограничений, рамок не поставить, ни временных, ни пространственных, мы как слизняки такие, растечёмся, и всё, и ничего там не надо, мы не будем развиваться, вот, поэтому людям говорят, так, ну-ка давайте там собрались, быстренько давайте, так, 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 то есть, это важно, чтобы наше сознание было в тонусе, вот, но, если говорить, скажем так, более точно, то, вот этот вот точный выход из поста в определенное время, он важен для тех, кто соблюдает сухой пост, люди, которые, не соблюдают сухого поста, для них эти вещи, они не столь существенные, поэтому, можете так сильно не беспокоиться, от восхода солнца до с половиной часа, от промежуток прервали его пост, и нормально, далее, Маргарита Харрис продолжает задавать вопросы, каково реальное влияние астрологической карты на жизнь преданного, мне 30 лет, я практикую не так давно, седьмой год, всему следую, и служение есть постоянное, и вижу положительный результат во всем, что меня окружает, кроме одного, у меня Венера в первом доме гороскопа, и думаю, с этим связано то, что я очень страстный человек, мне нравится все красивое, и красивые люди, постоянно хочется получать знаки внимания, от противоположного пола, а также смотреть всякие мыльные оперы, будет ли так всю мою жизнь, нужно понимать, что гороскоп это прорабдха карма, то есть проросшая карма, в процессе духовной практики, в первую очередь, сгорают эти вот семена апрарабдха кармы, то есть непроявленных греховных реакций наших кармических, вот, прорабдху, как правило, приходится терпеть до конца жизни, в отдельных случаях она исчезает раньше, это в том случае, если человек достиг уровня бхавы, чистая такая вот любви к богу, экстатическая любви к богу, то в этой вот эмоции, такой позитивной, все это сгорает, вот, но, как известно, бхава, судур ламха, ее крайне сложно можно обрести, это редкий случай, вот, поэтому большинству людей, прорабдха карму, приходится терпеть до конца жизни, но, линера в первом доме, да, такое эстетическое отношение к жизни, вот, и вот все темы, которые вы описали, это все имеет место, но, может быть, стремление к красоте, это не самое худшее, что есть на свете, если, допустим, вы не можете от этого как-то вот, ну, так, избавиться, да, и от этих все какие-то там мелодрамы, мыльные оперы, любовные истории на экране, так сильно привлекают вас, вот, ну что ж, старайтесь в этом видеть, хотя бы, так сказать, искаженные отражения игр Кришны, уже так оно и есть, но здесь самое главное, конечно, не заиграться, потому что, здесь очень легко можно пойти, так сказать, в эту сферу и далеко уйти, и заблудиться, и забыть уже о Кришне, вот, но, тем не менее, если мы регулярно о Кришне слушаем, то это выступает в качестве такой, как бы, напоминалки, вот, поэтому, когда мы не можем от чего-то отказаться, тогда это все необходимо как-то вот регулировать, контролировать, и стараться видеть в этом такие отраженные или косвенные проявления Кришны. Татьяна спрашивает, «Случайно на Ютьюбе увидела ролик Пьера Эделя, в котором он очень много негативного и страшного рассказывает об Искон, педофилии, насилии, коррупции и прочее. Меня очень обеспокоило, что человек 7 лет жизни, посвятившего Ишновизму, ушел, рассказывая о внутренней грязи данного общества. Пожалуйста, развейте мои замешательства». Еще, наверное, в каком, это уж когда было, это в 18-м году, когда он там опубликовал это все, я писал некоторую статью на эту тему на форуме Кришна.ру, не на сайте, а именно на форуме Кришна.ру, на старом форуме, вот, в том разделе, где я отвечал на вопросы, ответы, там полностью кажется, как прикрепленная тема. Есть вот эта вот статья, по-моему, как комментарий на его выступление. Сейчас я коротко скажу. Вот, вы говорите, человек 7 лет был в организации, посвятил себя Ишновизму. Можно по-разному находиться в организации, можно по-разному посвящать себя Ишновизму. То есть, допустим, есть поверхностный уровень участия в процессе, когда мы входим в организацию, как-то так социализируемся, общаемся с кем-то там, знакомимся, занимаем какую-то свою нишу, какое-то свое место в обществе Ишнов. Но при этом недостаточно глубоко погружаемся в саму духовную жизнь. И поскольку это самоповерхностный уровень, а на поверхности, как вот на волнах, часто какие-то происходят такие вот волнения, то это не самый такой действительно уровень крепкий в духовном плане. Второй уровень присутствия, или как бы участие в духовной жизни, когда человек, придя в организацию, не просто вот в таких каких-то поверхностных социальных процессах остается, а когда он принимает процесс. И третий уровень, это когда процесс уже приводит его к цели. Это уровень глубины. И когда человек находится реально на глубине духовной жизни, все эти поверхностные волны, которые в социуме всегда происходят, они его уже не затрагивают, потому что он реально на глубине находится. То есть, похоже, что наш герой, он до этих глубин не дошел, и оставаясь на поверхности, где-то как-то вот он что-то там узнал из прошлой истории, какие-то вещи его там, он может быть шокировали, не устроили, он не получил правильного какого-то понимания этих вещей, и это вызвало какую-то такую реакцию. Но я хочу сказать вот что, что многие люди, не только Пьер и Дель, они знают обо всех этих вот негативных вещах, которые имели место в нашей истории, и знают значительно больше него, и никуда не уходят. Вопрос почему? Может быть, они просто больше погружены в процесс, и может быть, потому что они понимают, почему эти вещи происходят. Эти вещи происходят не из духовной жизни, эти вещи происходят из-за того, что люди привносят в эту духовную жизнь, что? Свою материальную обусловленность. В частности, он там ссылается на один фильм, который сделал один из бывших учеников Гуру Кулы, сделал очень тенденциозно, очень однобоко, не показывая вторую сторону, и получается такая действительно страшная картина. То же самое, что взять, допустим, на белой рубашке, найти черное пятышко, сфотографировать его, увеличить это черное пятно, и сказать, вот это основной цвет рубашки, в то время, когда это может быть маленькое, просто черное пятнышко, и все. То есть, да, после ухода Прабхупады, в 80-е годы, в нашем обществе было много всяких разных таких неприятных ситуаций, когда новоявленные лидеры, еще не будучи достаточно зрелыми, совершили много ошибок и так далее, и многие вещи действительно имели место. Вот. Но, значит, это происходит везде, в любой организации, которая только вот, ну, проходит какие-то периоды становления. Посмотрите фильм 2015 года «В центре внимания» называется. Это американский фильм про судебные иски по отношению к католической церкви. Какое огромное, что там происходит. И вы поймете, что на этом фоне, то, что было в Исконе, в основном в 80-е, там немножко в 90-е годы, вот, это все как бы, ну, абсолютная мелочь, да. Более того, хотя она не должна быть оправдана, да, вывод сделан определенный, есть комитет по защите детей, там и так далее, так сказать, поведение лидеров значительно под более жестким контролем сейчас находится, чем ранее. Вот. Тем не менее, нужно понять, что многие вещи, которые там были в этом фильме, на который ссылается Пьер Эдель, фильм, по-моему, назывался «Цена молчания», что-то такое, вот, они очень поднятенциозны. Допустим, там один из факторов, фактов приводится, что там директор Гуру Кулы, Вин Даванский, там побил, значит, этого ребенка, какой ужас, насилие над детьми, да. И так, так выглядит одна половина картины. Теперь берем вторую половину картину. Выясняется, что это ребенок, которого он побил, сам был хулиганом из хулиганов, это просто он там был сыночком какого-то высокопоставленного папы, и поэтому его никто не трогал, да. Но однажды этот парень совсем слетел с катушек, он бросил там из окна этой школы на улицу петарду, которая взорвалась и выбила глаз одному проходящему человеку. Более того, этот человек проходящий, он был пожизненным членом ИСКОН. И тогда уже директор школы не выдержал и, так сказать, надавал этому пацану, да. Вот так выглядит реальная картина. Так вот, этот человек, который обвиняет ИСКОН там во лжи, в чем-то еще, почему он сам лжет, почему он сам не дает полноты картины, почему он показывает только темную сторону вещей, не показывает другой стороны вещей. То есть, если недостатки есть везде, как их понимать, как на них реагировать, какова реальная история, вот, для этого нужно более целостную картину иметь. Вот, и просто по каким-то таким вот фрагментарным выступлениям того или другого, кого-то там обиженного или шокированного, вот, вы не можете составить полной картины, потому что я говорю, что я об этом тоже знаю, причем знаю куда больше разных деталей, другие люди еще знают больше, чем я, при этом они остаются в духовной жизни. Почему? Потому что они понимают, что эти негативные вещи, которые в организации неизбежно происходят, это не от духовной жизни, это от того, что люди принесли какой-то самым терроризм и как раз они духовную жизнь неправильно практиковали. Но это все, как бы, так сказать, распространяется, вот она какая ваша организация, да, это вы найдете где угодно, понимаете, и в религиозную, и в религиозную, и в любой организации вы этого найдете, понимаете. Понятно, что религиозные организации этого меньше всего ждут, вот, но, тем не менее, история, так сказать, вещь упрямая, вот, и поэтому нужно, конечно, с одной стороны, ну, лидерам современным давать какую-то, ну, какой-то экскурс в историю и разбирать какие-то ситуации, которые были, с объяснением, почему так было, чтобы это не было шоком для людей, которые узнали об этом нет официальных лиц, там, из каких-то там левых источников непонятных, вот, это, я бы сказала, что это, ну, важный момент, то есть, от истории своей бежать не надо, ее нужно просто адекватно подавать, чтобы было правильное понимание, вот, ну, и также нужно понимать, что, то, что происходит на поверхности, во все эти, так сказать, в социуме, да, вот, это совсем не то, что происходит в самом духовном процессе, поэтому эти моменты нужно не путать. Далее, Валерий спрашивает, как отучиться от оскорблений? Сейчас мода на стендап, например, передача пожарка среди молодежи популярна, люди друг друга унижают и высмеивают, это такое время, что оскорбления стали смешными и модными, если нет острого языка, то в компании ты не будешь популярен и сочтут лохом. Ну, что вам сказать, можно сменить компанию, вот, где другая система ценностей, вот, потому что в этом мире все друг другу завидуют и друг друга оскорбляют, опускают, пытаясь себя как-то вот возвысить за счет других, на самом деле, духовная жизнь начинается с того, что мы меняем круг общения, потому что в противном случае изменить систему ценностей просто будет невозможно. И что вам дорого такое общение, что вы вынуждены этой моде все исследовать, да, совершенно очевидно, что раз у вас вопрос так появился, явно, что вы с этим внутренним не согласны, делайте следующий шаг, идите дальше, вот, поэтому нужно искать новый круг общения, где другая система ценностей, где люди не высмеивают друг друга, помогают друг другу, это уже духовное общество. Матэджи, надежда. Как вы считаете, принесет ли вред, а, приносит ли вред микроволновая печь просаду при его разогреве? некоторые считают, что микроволновка убивает прану в продуктах. Ну, это, конечно, громко сказано, прану убить нельзя, она слишком тонкая, но можно разрушить продукт, в котором эта прана содержится, то есть прана, она упакована в вещество, вот, какая-то структура, да, молекулы, клетки там и так далее, вот, и я согласен с тем, что микроволновая печь, это такой очень интенсивный огонь, который очень быстро действует, вот, то есть не постепенно подогревает пищу очень быстро, да, и вследствие этого вот этот вот искусственный огонь, все искусственно, оно естественно, вернее, как сказать, уже каламбур, да, искусственно разрушает естественное, вот, поэтому лично я отказался от микроволновой печки, то есть не потому, что прану убивает, а потому, что разрушает само вещество, в которое эта прана упакована, ну, это, конечно, немножко другой способ сказать примерно то же самое, но, в общем, вы недалеки от истины, да, Поэтому веды говорят, что есть разный вид огня, то есть самый лучший вид огня это огонь, который происходит, когда поджигают эти самые лепешки навозные, потом там дерево, газ и так далее, только потом уже идут все эти электричества, а уже все эти такие экзальтированные формы электричества, такие как микроволновка, высокочастотные все эти дела, это обладает скоростью, быстро в этом преимущество, что оно быстро разогревает, но при этом качество продукта страдает. То есть не сама прана как таковая, просто разрушается вещество, в которое эта прана упакована. Далее Аня спрашивает, после того, как высшие силы решили, какое грубое тело будет у данного живого существа, его заставляют войти в это тело, оставив предыдущее. Это ссылка, Шимат Бхагаватам, 10 песня, 1 глава, 40 стих, комментарий. Как понять слово заставляют? То есть живое существо может сопротивляться, сопротивление оказывать в этом процессе. Имеется в виду заставляют тем, что прерывают жизнь в предыдущем теле. Заставляют обозначают, что живое существо, душа не способна контролировать свое рождение и смерть, то есть это все происходит под давлением высших сил. В этом смысле заставляют, что живое существо помещает в очередной матери или наоборот это живое существо вытягивает из этого тела в определенный момент смерти. Потому что да, здесь живому существу некомфортно и поэтому здесь оно находится под контролем силы кармы, которая в свою очередь контролируется Верховным Господом. Вот допустим, мы видим, что у нас есть некоторая свобода, допустим, какую машину купить, какую квартиру снять, какой костюм одеть, в какой автобус сесть. Вот если вам не понравилась одежда, вы можете ее сменить, квартиру можете сменить, пересесть в другой автобус. То есть некая какая-то свобода есть у нас. Вот, но в такие критические моменты, как вот момент вхождения в новое тело, вернее, как бы момент вхождения в чрево новой матери, где будет формироваться новое тело и момент выхода из тела, тут у нас свободы нет. Вот, потому что, ну дай нам свободу, мы же никогда не от этого не оставим, будем держаться за него до последнего, правильно? Вот, поэтому нужно понимать так, что свобода у нас есть какие-то определенные промежутки времени, а в какие-то моменты ее нет. Это точки вообще отсутствия свободы, момент рождения и момент смерти, вернее, ну да, момент вхождения в новое чрево и момент смерти. Вот, поэтому свобода у нас есть в процессе жизни, сейчас, то есть лучше всего ей правильно пользоваться сейчас, для того, чтобы в тот момент, когда этой свободы уже не будет, допустим, момент смерти, мы, а нам бы у нас, она нам, в общем-то, и нужна уже, потому что мы знаем, что мы правильно пользуемся свободой в течение жизни, поэтому это гарантирует нам то, что даже у меня момент смерти нет свободы, но меня понесут туда, куда мне нужно, в моих интересах. Вот это будет более продуктивный подход, вот, поэтому нужно учиться правильно пользоваться свободой при жизни, чтобы в тот момент, когда этой свободы не будет уже, значит, параматма нас понесла туда, куда мы хотим, и чтобы мы пожинали те плоды свободой, которые мы хотим, и для этого нужно сейчас правильно пользоваться свободой. И несколько вопросов от Улчандры напоследок. «Если человек пришел в сознание Кришны через Искон, а потом через какое-то время его пригласили послушать, попеть, покушать прасаду в другую вайшнавскую организацию, например, Гаудия Матх, ему можно туда пойти, или это будет оскорблением и предательством?» Но оскорбление и предательство, это, наверное, слишком такие громкие слова, все зависит от мотива и цели. То есть, в высшем смысле Кришна один, независимо от того, «Ете вы к нему через Искон или через Гаудия Матх, Кришна из Кришны». Другое дело, что в организациях есть некоторые отличия, и Шила Прабхупада не очень одобрял, когда его ученики ходили в Гаудия Матх, по одной простой причине, которая состоит в том, что многие из духовных братьев Прабхупада завидовали его успеху, и когда к ним приходили ученики Прабхупада, они так очень тонко, косвенно намекали на какие-то несовершенства Прабхупада, это были такие тонкие оскорбления и рожденные завистью. И вот если эти тонкие оскорбления регулярно происходят, то это может как такой невидимый вирус войти внутрь и с течением времени поколебать или даже разрушить веру в Шилу Прабхупаду, а это уже очень серьезно. Поэтому здесь нужно соблюдать определенную осторожность. То есть дело не в том, что вас пригласили на Прасад, на Киртан, это не проблема, а проблема в том, что вы услышите и насколько это может инфицировать ваше сознание. Далее Атул Чандры спрашивает. «В этом году я три раза сдавал кровь в центре переливания крови. Моя кровь может помочь кому-то стать преданным, заинтересоваться бхакти или, может быть, хотя бы немного очистить карму». Тело преданного Адухотврино до той степени, до которой он предался Кришне. Шилу Прабхупада часто приводил практический пример, когда металлический прут помещают в огонь, и когда он разогревается очень сильно, он уже, хотя металлическим прутом остается, он уже действует как огонь, фактически. И вот насколько человек погружен своим сознанием в процесс преданного служения, настолько его тело одухотворено. И поэтому любая часть его тела, в том числе субстанция, кровь, она тоже становится одухотворенной. Если эта одухотворенная кровь попадает к какому-то другому человеку, то это примерно то же самое, что он как Прасад поел освященную пищу. И у него может вдруг ни с того ни с того спонтанно развиться интерес к духовной жизни. Поэтому это вполне возможно. Далее Атул Чандра интересуется, как Вайшнав должен относиться к своей физической родине. Что лично вам ближе, Россия или Индия? В Шимат-Бхага в этом говорится, что если человек отождествляет себя с телом, с местом, где он родился, очень сильно к нему привязан, прославляет его, то он не лучше, чем животное. То есть такое есть утверждение, очень сильное. И это говорит о том, что это не очень хорошо, как-то слишком себя с каким-то местом отождествлять и так далее. Потому что это привязанность, и привязанность, как известно, является основой страдания. Потому что когда мы куда-то уезжаем, у нас ностальгия по родине или что-то еще. Но с другой стороны Вайшнав может смотреть на место своего рождения немножко другими глазами. Есть такой термин, как Прабху Дата Дэш. То есть Прабху это Господь, Бог Дата, значит давший Дэш место. То есть место, данное Богом. А для чего? Для того, чтобы человек здесь жил, помогал другим, духовно развивался и так далее. То есть, если мы смотрим на место нашего рождения, как на Прабху Дата Дэш, место, данное Богом, для того, чтобы мы сюда, так сказать, привнесли это духовное влияние, то это уже немножко другое. Это тоже может быть своего рода патриотизм, но он уже такой нематериалистический. А уже у меня есть чувство ответственности перед этой землей, перед этими людьми, чтобы раз я здесь, Бог меня сюда послал, значит у него какое-то ко мне есть дело духовное. То есть, вот такой может быть подход. Просто гордиться своей страной, там патриотично размахивать флажками своей страны. Или, допустим, говорить, вот мы там крутые, а все остальные там какие-то не такие. То есть патриотизм, который связан с ненавистью к другим странам и народам, это, конечно, глупые абсолютно вещи. Вот, поэтому нет смысла держаться за какие-то там слепые традиции, вернее, слепо держаться за традиции, за историю и так далее. И вот гордиться тем, что я вот такой-то там русский, китаец, американец или индус какой-то. Это внешнее обозначение пропадает, что мы можем поменять тело, поменять родину в следующей жизни. Вот, поэтому вот такого рода патриотизм материалистический, он бессмысленный. Вот, но когда мы принимаем это место как некое задание от Бога, что это место нужно одухотворить, тогда, в общем-то, это нормально. Прабхупада обращался к индусам с определенным посланием, что вот мы, эта нация особая в плане того, что у нас особая задача. Не какая-то там Бога избранная, а что особая задача, то есть на этой земле больше всего духовного знания, поэтому вот из этого места нужно это все распространять в другие места. Итак, люди хотели бы улучшить качество жизни. А улучшить качество жизни, это значит улучшить гуну, правильно? Гуна это и есть качество. Невозможно улучшить качество жизни, не повысив гуну. А гуны не сами по себе. Вот, гуны, их носителями являются люди. Поэтому, не улучшив качество людей, невозможно улучшить жизнь. Какие люди, такая жизнь, правильно? Вот, поэтому, когда мы находимся в каком-то определенном месте, то наша задача повышать свою гуну от невежества и страсти к благости и помогать другим. Когда вот это происходит, то есть люди улучшают свои качества, тогда улучшается качество людей, улучшается и качество жизни, потому что улучшается качество отношений. Люди в гуне благости общаются совсем не так, как люди в гуне страсти и невежества. Они уже не обманывают друг друга, не эксплуатируют, они помогают, симпатизируются, чувствуют и так далее, поддерживают друг друга. Потому что так действует эта гуна благости. Вот, то есть когда мы начинаем общаться с высшим, в нас эти высшие качества начинают проявляться. Допустим, можно посмотреть, как вот животные, да, они общаются с людьми, и от людей они могут чему-то научиться. Допустим, там, кого-то там собак обучают, там, каким-то вещам, да. То есть человек, обладая более высоким развитом, он может животное научить чего-то, приучить к какой-то дисциплине. Вот, то есть животные прогрессируют, общаясь с людьми, потому что люди выше животных. Или, допустим, от людей животное может перепасть что-то такое из области более высокого вкуса, допустим, да. Вот в природе там животные что-то такое, ну, что они нашли, то и едят, да. А человек может дать что-то приготовленное, вкусное, он может дать там собаке кусочек торта, да. Где в природе кусочек торта вы найдете, да. То есть совершенно очевидно, что это результат какой-то более высокой технологии, да. То есть получается, что животные от человека могут получить какой-то более высокий вкус, какое-то более высокое знание. Точно так же преданное служение духовной жизни обозначает, что мы общаемся с Богом, мы общаемся с более развитыми людьми и от них мы получаем более высокое понимание, обучаемся каким-то ценным вещам, получаем более высокий вкус и так повышается качество жизни. Поэтому, когда мы говорим о любви к родине, к месту какому-то, это не просто какое-то слепое чувство какого-то патриотизма, что вот я там горжусь своей страной или чем-то там еще, а это, скажем, сфера приложения моих сил, что я могу сделать для этих людей, как я могу повысить качество их жизни. Вот, повысить качество их жизни, опять же, сначала нужно повысить качество людей, а повышаемое качество людей как? Предлагая людям связь с высшей личностью, которая обладает всеми наилучшими качествами. Как в Шимат Багава там говорится, что благодаря протесту преданного служения человек развивает в себе все наилучшие качества полубогов. То есть, когда у людей вот такие качества, такая жизнь становится, понимаете? То есть, райские планеты, они райские, потому что там личности с райским мышлением, понимаете? А духовный мир, он духовный, потому что там живы существа с духовным мышлением. А мы находимся в каком-то не очень хорошем положении, почему? Потому что сознание такое. Вот, поэтому только вот так можно как-то исправить положение на той земле, где мы живем. Что касается моего отношения к России и к Индии, Россия это моя физическая родина, Индия это место, где я духовно, так сказать, черпаю. Вот, и там получаю вдохновение, помогаю людям, которые находятся в России, но при этом не пытаюсь как-то вот искусственно, механически переносить элементы культуры там или какие-то стандарты из одной стороны в другую, потому что это как разные миры немножечко. Но общие принципы универсального знания, они являются общими. Вот, поэтому я просто смотрю на разные страны, как на разные проявления коллективной кармы, где вот люди с каким-то апрельным менталитетом находятся там-сям. Везде есть какие-то свои минусы, какие-то свои плюсы. И также везде можно чему-то научиться и потом научить этому других. Поэтому в каком-то смысле я, можно сказать, что я отчасти патриот, потому что у меня было очень много возможностей в этой жизни уехать из России, причем давно было, да, я не уехал. Вот, и поскольку я не глупец, то скорее всего я патриот. Вот, поэтому, с одной стороны, есть некая привязанность, да, так и желание что-то лучшее сделать для этого места. С другой стороны, я отчасти космополит также, да, потому что я не разделяю так вот жестко все эти вещи, вот мы хорошие, там плохие, то есть я считаю, что человечество, оно более или менее едино, да. Вот, и поэтому для меня вопрос какого-то такого выбора, что вот Россия или Индия, он немножко искусственный. То есть это все творение Бога, просто в одном месте проявлено одно, в другом другое, и где-то нужно, так сказать, какие-то вот эти вот связи, какие-то коммуникации, одна энергия туда, другая энергия сюда. Как Прабхупада говорил, что, говорит, западный мир, он такой ходячий, но слепой, а индусы, говорит, они зрячие, но хромые. И вот нужно этого хромого посадить на плечи слепому, и чтобы этот зрячий, но хромой, направлял слепого, но идущего, и так вот они вместе могут что-то сделать. То есть я сторонник вот такой концепции. Далее Атул Чандр спрашивает, опять же, подобная тема. Место рождения вайшнавов, к которому мы должны относиться уважительно и благоговейно, и даже поклоняться. Какой площадью оно ограничивается? Если это деревня, то понятно, а если город? Должны, не должны, это не те термины, которые применимы к сфере эмоциональных привязанностей. Вот, то есть нам, естественно, какие-то места нравятся больше, какие-то места нравятся меньше, какие-то вообще не нравятся. Вот, поэтому, ну, мне нравится район города, в котором я живу, здесь рядом лес, здесь рядом море. Вот, мне нравится центр города, в котором я родился, мне нравится там бывать. Есть какие-то районы города, в которых я вообще не бываю никогда, или они мне не нравятся по каким-то причинам. Вот, но смысл-то не в этом. Вот, понятно, что каждый кулик свое болото хвалит, там, значит, кто-то ругается. мой район, мне не нравится, допустим, какой-то другой район этого же города, вот, но это все просто разные комбинации гун, одному ближе это, другому ближе то, вот, но нужно понимать, что в любом случае, в каком месте бы мы ни находились, это не место, вот, которому нужно там как-то поклоняться, как-то вот этот дом, где я родился, да, вот здесь я там играл, там, это мой детский сад, это моя школа, ну, да, какие-то сентиментальные, может быть, там, воспоминания у нас есть, но правильное отношение к тому месту, где мы находимся, это отношение к этому месту, как к стартовой площадке, откуда мы должны двигаться наверх, к Богу, да, вот, и в этом месте, как к стартовой площадке, есть какие-то факторы, которые помогают этому, какие-то мешают, и ответственность человека состоит в том, чтобы создать, ну, максимально благоприятную ситуацию для того, чтобы мы из этого места, где бы мы ни находились, могли двигаться к Богу, и последний вопрос, тоже от Улчандры, полезно ли преданным изучать ведические дхарма-шастры? Дхарма-шастры – это тексты, которые описывают дхарму, или обязанность человека, здесь нужно понять, что дхарма существует на двух уровнях, на уровне души и на уровне тела, вот, то есть у души есть вечные обязанности перед Богом, называется санатна дхарма, или вот любовное служение ему, и есть обязанность у тела, называется варна-ашма дхарма, потому что тело состоит из определенной комбинации гун, вот, и по этой комбинации гун мы относимся к какой-то одной из четырех варн, и вот есть так называемый дхарма-шастры, или тексты, которые описывают обязанности человека внешние, вот, но при этом нужно помнить, что внутренняя обязанность души навсегда важнее дхармы, поэтому Шилаправупада упоминал Манну-самхиту, как одну из дхарма-шастр, но при этом он перевел не ее, а Шимад-бхагаватам, который является описанием дхармы для души, вечных обязанностей души, вот, что касается Манну-самхиты, вот, как одной из такой, наиболее известных дхарма-шастр, она любопытна, интересна, она регулирует жизнь общества варна-ашмы, вот, далеко не все из нее применимо сейчас, потому что сейчас такое варна-ашма, именно как государственное устройство ее не существует, но некоторые любопытные моменты оттуда можно почерпнуть, вот, для того, чтобы понять, как в ведические времена относились к людям, допустим, там есть интересный момент, когда идет судебное разбирательство, и приглашают свидетелей по делу, да, если это свидетель Брахман, то, обращаясь к нему, значит, там, ведущие это собрание, обращаются к нему со словами «говори», то есть Брахману он просто говорит «говори», а когда кшатри, кстати, в качестве свидетеля выступает, ему говорят «говори правду», потому что, когда Брахману обращаются со словами «говори», обозначает, что он естественно скажет правду, потому что Брахману он правдив по своей природе. Кшатрию говорят не просто «говори», а «говори правду», потому что кшатри, под влиянием гуны страсти, обладает дипломатическими такими качествами, он может иногда что-то утаить или там соврать ради какой-то дипломатической цели. Итак, Брахману говори, кшатрию говори правду, и свидетели Вайше ему говорят «говори правду», потому что ложь – это такое же преступление, как кража коровы зерна или золота. То есть к Вайше обращаются на его языке. Он понимает, что такое, что это преступление – украсть золото, украсть зерно, украсть корову. Он думает «а ладно, а вот соврать – это не грех». Ему говорят «говори правду», потому что ложь – это такое же преступление, как украсть корову зерно или 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 что там еще и или там зерно корову или или золото вот и когда шудра выступает в роли святеля ему говорят говори правду говорит только правду потому что иначе ты будешь значит сурово наказан то есть шудру мотивирует наказанием брахмана ничем не мотивирует ему не говорят говори правду это просто говори потому что он естественно скажет правду к шатре уже говорят акцент на правду говори правду вот вайши мотивирует объясняю тому что ложь это так же плохо как вот допустим украсть что-то там из его богат а шудру просто мотивирует тем что если ты соврешь ты будешь наказан да допустим сейчас я не правда не выступал свидетельств средства в суде никогда еще пока вот но я как понимаю слышал дали там где-то видел что там люди говорят что у вас предупреждают о ответственности задачу ложных показаний или ложного свидетельства то есть как бы человека пугает немножко наказанием покой там статье то есть фактически этим признается то что большая часть людей сейчас они просто шудры поэтому их просто им 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 предлагают говорите но знаете что вы будете наказаны если вы скажете ложь вот ну или допустим там другой пример из ману самхиты что человек который повредил дерево должен уплатить штраф в соответствии с ценностью этого дерева то есть ману указывает на то что никакое насилие даже насилие над такими вот ну кажется живыми существами бессловесными до которые не ходят ничего там не делают такого она тоже должно быть наказано для того чтобы внедрить глубоко сознание человека вот это вот понимание что никому нельзя причинять насилие то есть такой как бы принцип ахимсы на этом мы сегодня закончим большое спасибо харе кришла до новых встреч